Всем привет, дорогие друзья! С вами Георгий Андреевич Макелрой. И это обращение, оно не просто так. Те, кто на меня подписан, те, кто следит за видео, которое выходит на моем канале, видели, скорее всего, ролик про то, как бездомный потратит 100 долларов. Ролик, разумеется, не мой. Это американский пранкер, этот Джон Паллерлин. Элджин вчера скинул мне ролик, вырезку из новостей американских, по-моему, на CBS, и где говорится, в общем-то, что все это подстава. Многие из вас это подозревали, в общем-то, и до этого, но я как-то почитал верить в все, что все, что происходит на экране, это правда, потому что, ну, на эмоцию, так скажем, ролик этот пробивает. В принципе, про то, что это подстава, высказывается всего два человека, то есть это, грубо говоря, случайный свидетель, который оказался подписчиком Джона Паллера Лина и, в общем-то, сразу его узнал, но решил не вмешиваться и подождать, пока видео выйдет, собственно, на канале. Он рассказывает про то, что видел, как машина с этими ребятами подъезжает к этому винному магазину, куда впоследствии заходит этот бездомный и покупает там еду. Вот, но, в общем, говорит, что все это выглядело так, что все это именно постановка, то есть что не было реальной слежки, не было ничего такого. Ну, по сути, мы знаем, как это происходит. Покажи человеку камеру, и он, в принципе, скажет все, что угодно, лишь бы попасть, грубо говоря, в телек. Такое бывает. То есть те, кто смотрит про какие-то ролики про Джимми Киммела, у меня тоже на канале все, в принципе, видели нашу... Какую ересь порой люди несут. Вот. А второй момент, он уже посерьезней. То есть второй человек, который утверждает, что все это подстава, это... Брат этого Томаса, который бездомный. Который, кстати, этот брат, он утверждает, что на самом деле он, типа... Во-первых, даже его не Томас зовут, его зовут Кенни. Вот. И как выясняется, он, в принципе, он на самом деле бездомный. Но история, которую он рассказывал в своем ролике, немножко не так на самом деле звучит. То есть брат Томаса описал его как психически неустойчивого алкоголика, который не так давно загремел в тюрьму, вышел из нее, вот до этого тоже жил с родителями, потом они скончались, и вот что-то понеслось. Но суть в том, что он вроде как описывает его не как прям уж добропорядочного человека такого. Но это все как бы мелочи. История может быть какой угодно, даже если это постанова ради бога. Тут суть вообще не в этом. Суть в том, что этот пранкер, Джон Балерлин, он устроил сбор средств для того, чтобы дать Томасу новую жизнь. Изначальная цель была 10 тысяч долларов, там за первые уже несколько дней набрали почти... Не помню, почти 100 тысяч долларов. Сейчас вот на данный момент собрали уже 140 с чем-то тысяч долларов. Вот. И есть как бы два варианта развития событий, как я уже сказал. Первый, это то, что деньги дадут Томасу и Балеру Лину. А второй, это то, что объявится о том, что это было действительно подстава и что все эти деньги, они пойдут на, так скажем, нужды страждущим. То есть тем, кто действительно нуждается в них, а не психом-алкоголиком, которым, по словам брата этого же Томаса, является сам, собственно, Томас, который Кенни. В общем, ребят, есть реальная вероятность того, что все это подстава и что те, кто все это организовал, козлины конченые. Но также есть обратная вероятность, что все это, опять же, во благо, во благо. Но это мы узнаем уже буквально на днях. Вот, в принципе, я что хотел до вас донести, то я, в общем-то, донес, что есть реальная вероятность этого. То есть по новостям в Америке, конечно, любят всякую чушь показывать, но... Ну и из пальца высасывать. Но, в принципе, как это сказать, в общем, брат действительно, похоже, существует у этого Томаса. И уже довольно скоро мы узнаем, действительно ли это просто глобальное наебалово, или это все-таки по благо людям пойдет, потому что отдадут это все на благотворительность собранные средства. Честно, я не уверен ни в одном, ни в другом. Но когда ролик уже, поскольку эта история получила такой уж мощный резонанс, то я думаю, просто так эта история не закончится. Ссылка на разоблачающий ролик, само собой, будет в описании. То есть оно без перевода, но там, в принципе, все понятно. Такой, по сути, небольшой, но относительно неприятной новостью мне захотелось с вами поделиться. В общем, спасибо за просмотр.